Друзья, всем большой привет, с вами Диодан, сегодня мы поиграем в Plug.Ink, игра наконец-таки вышла в стиме из раннего доступа. Что можно сказать? Игра про развитие болезни, про распространение вирусов, бактерий и прочих нехороших вещей. Я в неё уже играл когда-то на планшете, признаться потерпел фиаско, поскольку есть одна страна в игре, которая становится, ну, камнем преткновения. Её реально очень и очень тяжело заразить, поэтому проще пойти от обратного и заразить её как раз-таки первой. Ну что, у нас тут даже есть какой-то ген нашей болезни, судя по всему, я его ещё не открыл. Ну хорошо, выберем мы с вами средний уровень сложности, я не хочу себе ставить какое-нибудь мега-мега приключение и назовём наш вирус Диодант Стайл. Ну вы понимаете, да? Хорошо, добро пожаловать в PlugInk, вы бактерия. Для победы вам нужно развиваться, распространиться по всему миру и уничтожить всех людей. Выберите страну для начала заражения. Когда вы кликните на ней, вы сможете видеть больше информации. Лопните стартовый шар для подтверждения или кликните на другой стране. Слушайте, у нас тут такая музыка, честно говоря, жуткая, что надо сделать её чутка потише. Хорошо. Ну и, естественно, мы с вами будем начинать с Гренландии. Ну что, поехали. Наше заражение началось, и музыка здесь реально очень странна. Когда ты в меню находишься, и, короче говоря, кажется, что тихо, как только ты возвращаешься в игру, она опять начинает орать. Диодант Стайл распространилась на страну Гренландии. Болезнь Диодант Стайл заразила первого человека, и угадайте, кто им стал. Но она ещё слишком слаба и приспособлена только к низким температурам. Используйте очки ДНК, чтобы заразить побольше людей. Хорошо. Ну что, посмотрим, как будет развиваться наша болезнь. Первая Гренландия, всего лишь 5 человек, в ней было заражено. Хорошо, кстати, это, по-моему, с карты Украины. Щёлкайте оранжевые пузырьки, чтобы получить очки ДНК. Щёлкайте оранжевые ДНК, которые можно использовать для распространения и улучшения болезни. Опачки, первый корабль пошёл, куда он приплывает в нас? В Россию! Россия ещё одна заражённая страна. Ваша болезнь становится эпидемией. Когда новая страна заражена, появляется красный пузырёк. Щёлкайте на него. Вот и Россиюшка, наша любимая, заражена. Ну что, давайте посмотрим, как можно будет её распространять. Пока что, видите, не хватает. Нам необходимо хоть 10 очков ДНК. И тогда болезнь будет распространяться с новой и новой силой. Диодант Стайл начинает распространяться. Диодант Стайл передаётся человеку-человеку в стране Гренландии. Хорошо. Сколько там? Ну, 15 человек всего лишь заражено. Это очень мало. Понятное дело, в России вообще один бедный. Вот я сейчас сижу, стримлю. В Москве как раз. И распространяю на вас Диодант Стайл. Так, ну что, можно уже нам с вами попробовать распространить её. В засушенном климате и самолётами. Да, давайте самолётами, наверное. Попробуем распространять. Вы успешно развили болезнь Диодант Стайл. Хорошо. Мы будем дальше совершенствовать наши болезни. Так, ну что ж. Давайте-ка я, наверное, ещё. Я, конечно, извиняюсь, но... Здесь что-то реально очень странное с этой музыкой. Меня радуют игры, в которых немного неадекватные настроечки. Ну, хорошо. В России один человек по-прежнему. А вот в Гренландии... Ух ты, ух ты. В Гренландии уже 34. Но это очень мало. Если мы посмотрим по всему миру, всего 37 больных. Только Россия и Гренландия. Пока что, видите, наша болезнь очень-очень слабенькая. Она постепенно развивается, такая малюсенькая. Но мы с вами будем работать. Увышается распространение заболевания по воздуху и повышается вероятность мутации. Да, давайте ещё использовать птиц. Возможно, там, перелётные птицы. Грачи улетели. Грачи прилетели. И полетят они из России куда-нибудь. Очень и очень далеко. Хорошо. 19 мая. Слушайте. Не так много времени-то прошло. Ага. Чтобы узнать больше о стране, щёлкните её название. В нижней части экрана, открыв меню страны. Ох ты, Гренландия. Всё нормально. Здоровье. Больные 157. Правительство. Ну, в Гренландии всё хорошо. У нас тут морозный климат. Они себя прекрасно чувствуют. Ну, погодите, погодите. Скоро болезнь начнёт распространяться. И будет вам вообще очень даже весело. Ооо. В влажном климате и кораблями. Слушайте, кораблю мне тоже необходимо. Всё-таки есть определённый шанс. Заразил сотни людей в стране Гренландии. Повысив шанс инфицированных здоровых людей уже от заражённых. Проложать и развивать свою болезнь. Конечно, я буду и продолжать. 257 человек. Наша болезнь становится всё сильнее и сильнее. Но, видите, по-прежнему только в России и только... И только в Гренландии это очень и очень мало. Симптом бессонницы. Хорошо. Замечательно. Люди теперь... Ну, прям... Слушайте, настоящий диодан стайл. Меня тоже порой мучает бессонница. Может быть, эта болезнь реальна и сейчас в нашей жизни распространяется. Ну, хорошо. Ой, в Гренландии что-то там вообще посыпалось. Посмотрите. 1900. 2200. 2300. 2500. Ооо, да, детка. Гренландия там уже, конечно же, пошло-поехал. Только там прям россыпь больных появляется. Это очень хорошо. Да, слушайте, в Гренландии уже тысячи людей заражены. 7. 8 почти. Но в Россиишке всего 120. В Россиишке пока что очень мало. А давайте посмотрим, что там в России. Влажность и аграрная страна. Хорошо. Хорошо. Бедная Россия. Даже как-то жалко. О, еще один корабль пришел. И, суть по всему, он нас кого-нибудь заразил. Нет, в Финляндию не смог пробыть. И кто там не оказался заражен. О, печалька. О, Казахстан. Ну, Казахстан, привет казахам. Диадан Стайл заражает все больше. Стран. Отлично. Отлично. Еще вопросик там с Исландией. Смогу разобраться или нет? И у нас есть 18 очков ДНК. Так, ну что у нас? Умения пока что-то не нужны. Кстати, можно, наверное, в холодном климате ее развить. Да. Плюс от любых климатических условий. Хорошо. Давайте тогда так ее будем развивать. Плюс еще Норвегия у нас оказалась зараженной. Но самое главное, это вот Новую Зеландию заразить. Исландию. И еще несколько там стран было, которых реально очень-очень тяжело прийти. И в них болезнь не очень хорошо развивается. Все. Вся болезнь, вся Гренландия оказалась под властью. Диадан Стайла. Каждый день происходит там диадан Стайла. Так, начинается у нас разработка лекарства. Это не очень хорошо. Потому что нам надо поторапливаться. Но пока что упирать на летальность не стоит. То есть, одна из главных ошибок, которые я совершал первые разы, я сразу же делал болезнь летальной. В итоге какая-то страна у нас оказывалась не зараженной. А в это время вся остальная, весь остальной мир просто помирал. И я не успевал заразить своей болезнью. Хорошо, давайте мы с вами засушливаем климат и еще разовьем ее. И по поводу передачи. Сельские страны. Ну, пусть в сельских странах тоже распространяется. Россиюшка-то у нас тоже оказалась играрной страной. Но вот если мы посмотрим, то сколько заражено? 713 тысяч. Это очень мало. Это очень мало, конечно же. В мире живет 7 миллиардов. У нас пока что только 713 тысяч человек заражено. Но в России 800... О, в России уже миллион пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, болезнь уже реально начинает оккупировать. 2 миллиона. В Гренладе-то там всего 56 тысяч человек. Посмотрите, Корея, кстати, стала одной странной. Нормально. Болезнь Адамстелла заразила больше людей, чем ВИЧ. Хорошо, хорошо. 17. Ой, правда, скоро начнется у нас лекарство. Разработка активная. И неужели в США? В США прям прилетело. Я еле успеваю кликать. Посмотрите. Просто. О, господи. Она просто как чума распространяется. Хорошо. Ну, что мы с вами еще можем сделать? По воде, да, заразность повышаем. Отлично, отлично. Все больше и больше людей будут заражены. Но Россия практически вся уже заражена. Если мы посмотрим 123-130... Ой, господи, господи, господи. Никто не спасется от Диоданстайла. Просто люди тупят в играх каждый день. Ужасно, ужасно. А в мире сколько заражено? 416 миллионов. Очень хорошо. Так, нам надо еще что-нибудь передумать. В урбанизированных странах. Ух ты, давайте в урбанизированных. Да, это будет замечательно. Мутировала и приобрела симптом кашель. Без тратой очков ДНК. Замечательно. Хорошо. Так, ну Россия там все больны, да? Казахстан тоже. Европа потихонечку. Вот у нас и Украина заразилась. Пу-пу-пу-пу-пу. Решили отложить Олимпийские игры в Лондоне. Но неудивительно. Потому что, представьте, сколько туда народу приедет. Это же вообще будет. Смерть. Смерть ему и вся. Но, посмотрите. Исландия заражена оказалась. Хорошо. Умения. Умения, умения, умения. Как бы нам симптомчики. Надо что-нибудь на заразность повышать. Заразность, заразность. Выделяемая слизь. При чихании. Хорошо. Так, ну летальность нам никак не нужна. Ни в коем случае. Летальность это пока что еще рановато. Это у нас просто тяжесть будет, да? По поводу передачи. О! Как раз таки с птицами. Да, 24 очка ДНК я потрачу на это добро, чтобы птицы проложали полеты свои и заражали еще больше людей. Так, заразило больше людей, чем обычная простуда. Ну, народ пока что не понимает, в какую тюрьму они вляпались. Что эта болезнь, она реально самая опасная. Которую еще человечество не видывало. По поводу ветров. Еще, конечно же, народ-то летает самолетами. Олимпийские игры в Лондоне прошли успешно. Ведь происходная медицина остановит любую болезнь. Да, 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 да. Ха-ха-ха, конечно же. Конечно же она остановит любую болезнь. Погодите, погодите. Сейчас, сейчас, чутка. Так, ну нам надо с вами антибиотиком развивать ее потихонечку. Потому что там уже на 3% развилось. И Новой Зеландия заражена. И Мадагаскар. И все, и все. Два, три. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пневмония без трат очков ДНК. Все. Мир, по-моему, до свидос. Мир, до свидос. Никто не остановит Диадан Стайл. Так, ну что, симптомы какие мы тут с вами? На летальность главное не брать. Это у нас заразность нехорошо. Летальность первая появляется. Нет-нет-нет, это мне не надо. Летальность тоже нехорошо. Здесь у нас очередная летальность. Не, ну в принципе можно даже выдать летальность. По идее уже весь мир заражен. Да, Кариба, Марокко, Ангола, Зимбабве. Зимбабве, казалось бы, да? Такая страна. Но она, тем не менее, не заражена. И первый человек у нас умер в Германии. Диадан Стайла уже, видите, до чего доводит. Конницу на копейщиков бросил. И началось, и началось. Какие еще странные? Карибы только не заражены. Слушайте, будет забавно, если Карибы я не успею заразить. Ну сколько у нас в мире мертвых? Чуть меньше миллиона. Это не страшно. Ух ты, блин, у меня уже 92. Надо срочно ее тут прокачивать. Чтобы замедлить изучение болезни. Хорошо. Хорошо. Паранойя даже стала. Все, Карибы заражены. Ребятки, вот теперь всему миру хана. Вот теперь можно ставить упор на летальность нашей болезни. Теперь все потихонечку начнут у нас умирать. Давайте посмотрим симптомы. Где-нибудь побольше летальности. Чтобы все потихонечку начали уже погибать. В России 74 тысячи погибло. Бедная Канада, посмотри, там как пузырится все. Бам, 16, 17, 19, 23. Просто прогрессия лютая. Да. Это хана. Централизованно уничтожает трупы. Да нет, ребятки, это вам никак не поможет, честно говоря. Даже если вы разработаете свою вакцину, это вас не спасет от Диодан Стайла. Ну хорошо, летальность, летальность. О, отказ органов. Не, ну это слишком люто. Я не знаю, я всех успел заразить или нет. 6% всего лишь незараженных. Да, я думаю, что надо мочить людей. Поэтому давайте повышаем летальность. Вот теперь, конечно же, помирать будут очень быстро. Миллион, миллион двести. Куда же скрыться от этой болезни, проклятый? Погибло больше людей, чем от черной смерти. А сколько народ погибло уже? 102 миллиона. 102 миллиона погибло. Жесть. Ученые всего мира разработ... Хотят изучить Диодан Стайл. Больше, чем от Испанки. Осталось, по-моему, только Оспа у нас. Блин, в Анголе, кстати, посмотрите, у нас не очень быстро заражается народ. Ангола это опасно. Является самой массовой пандемией. От нее умерло более 300 миллионов человек. Так, надо на передачу или на симптомы там, чтобы заразность повышалась. Давайте на заразность, на заразность. Заразность, заразность. Передача. Но это, по идее, у нас там сельская страна Ангола, да? Давайте-ка посмотрим. Ангола. Ангола нет, это у нас бедная страна. Слушайте, так надо что-то взять на бедные страны. И у нас разработка лекарства уже на 41%. Это очень нехорошо. Это очень плохо. О, в Южной Африке замедлилась разработка. Отлично. Ну, посмотрим, посмотрим. 20. Надо что-то на бедные страны с крысами. Это нам необходимо 25 очков ДНК. И вот тогда, конечно же, в Анголе больных. Видите, они еще погибают очень быстро. Это, конечно же, Диодан Стайл с моей стороны. Потому что они сейчас, те, кто заражены, они не успевают передать эту болезнь. И они быстрее умирают. Ну вот в Анголе вроде бы пошло. 446-500 тысяч человек. Ладно, что в остальном мире происходит? Ух ты, блин, уже 4 миллиарда померло. Уже весь мир практически умер. Можно сказать. 33-35. Давайте еще здесь. Хорошо. Ну и что там у нас в Анголе? Ангола потихонечку-потихонечку вымирает. 663. Да, Ангола до свидос. То есть, как вы можете заметить, осталось всего лишь 19%. Даже есть еще, понимаете, здоровые люди на этой планете. В то время, как остальной мир вообще вымирает просто-напросто. Остались даже и здоровые люди. Как они это сделали? Ну, кстати, в бедной стране. Хорошо. Ну давай, родной мой, давай. Потихонечку-потихонечку. Медленно, наверное. Народ уже там вымирает. Бацвана тоже. Опачки. Комбо, ой. Опаньки-опаньки. Да, ребятки. Там уже у кого-то диарея, походу, началась. Ну все, Россия потихонечку отмирает. Какие у нас мертвые страны? Вот только Афганистан на данный момент умер полностью. В Китае. В Китае 7 миллионов человек всего лишь осталось. Да? Казалось бы, полтора миллиарда человек жило. А осталось 3, 2, 1. Китай сейчас тоже вымрет. Аргентина, Мексика, Восточная Африка, Казахстан, Афганистан. Новая Зеландия, слушайте, Россия еще держится. Не, в России 5 миллионов. Нормально себя чувствуют, ребятки. Вот Китай, конечно же, сдулся. Эх, китайцы, ну что же вы будете делать-то? В Ринландии помер... Нет, слушайте, там 18 человек осталось. Последний здоровый человек на планете недавно заразился болезнью. Диадон Стайл. Все, здоровых не осталось. Больных всего 34 миллиона. Китай вымер, Россия еще держится пока что. Да, Россияшка молодец. Россияшка умничка, я вам могу сказать. Неплохо держится. На 63%, но я думаю, что это все равно мир не спасет. Даже если бы они разработали, как спасти-то от болезни. Это все. Тогда свидос. Минус, минус. Экспериментальная ванцина смертельна. Хорошо. Нормально, полечили народ. Тут еще пацаны еще и попадыхали. Хорошо, хорошо. Все, миллион 200 осталось. Весь мир практически умер. Можно ускорять время. Это наша победа. За три года болезнь уничтожила весь мир. Они являются свидетелями конца истории. Да уж, это точно. Конец истории. 329 тысяч, ребятки. 329 тысяч. В России 28. Посмотрите, как умирает Россия. 5, 2, 1. Все. Россия умерла. Осталось 104 тысячи. Здесь 3. Здесь 1. Здесь 21. Исландия 12. 8, 6, 1. Все. Блин, слушайте, на самом деле жидковато смотреть на эти цифры, честно говоря. Потому что так смотришь. Все умерли. Тут еще 8 тысяч осталось. Вот так вот смотришь, как этот счетчик просто уменьшается. Жутко, жутко, жутко. Не все, испанцы. 2 тысячи, полторы, восемьсот, четыреста. Ноль. Сколько осталось? Диодант стайл успешно уничтожила всю жизнь на земле. Да. Жутко. Жутко. Давайте посмотрим на ускорение. Вот так вот наша болезнь. Сначала Гренландия, потом Россиюшка. Народ летал себе такой, жил спокойненько, да? Не переживал. Потом бац. А потом бац и началось. И началось. Казалось бы, вот один год всего лишь прошел с момента болезни. И все. И пошло-поехало. И Диодант стайл начал просто всех мочить. Не, ну поначалу-то он был еще мирным таким. Блин, представьте, вот так вот реально будет какая-нибудь болезнь. В масштабах планеты. И все. Не, наверняка кто-нибудь, кто будет жить там, не знаю, отшельником в лесах, он-то выживет, как мне кажется. Должен будет выжить. Все, какие-то крайние самолеты летают. Бам. И все. И весь мир помер. Жутко, жутко, ребятки. Ну что, большое спасибо вам за просмотр. Если вы досмотрели до конца, просьба мне к вам. Поставьте плюсик к моему отзыву в стиме. Я ссылочку добавлю в описании. И в комментарии под видео. Поставьте плюсик к этому отзыву. Всем пока-пока-пока.